ДИПЛОМАТОВ Иване Грозном в 1549 году На самом деле дипломатические традиции На Руси они гораздо глубже Так ли это? Конечно Ну во-первых Восторжествовала справедливость У всех был профессиональный праздник А у дипломатов не было И поэтому указом президента от 2002 года Веден у нас профессиональный праздник Дата взята Также вы правильно сказали Что есть упоминания Которые наверное в архивах Что Иван Грозный 10 февраля 1549 года На посольский приказ Назначил Подьячева Ивана Висковатова И это в принципе как бы считается Вроде бы первый министр иностранных дел Но конечно история дипломатических отношений Сколько есть государства Столько есть история внешних отношений И соответственно дипломатов Кто выполнял эту роль Даже начиная от купцов Которые выступали от лица того государства Которое они представляли И до внешнеполитического ведомства В том виде который сейчас есть Профессиональная сильная большая верность Ну вот говорите вы что Ну определенная скажем горечь была У дипломатов То что там предположим есть день учителя Там день машины строителей День рыбака А вот дня дипломата не было Тем не менее Вот были какие-то традиции Как дипломаты отмечают этот праздник Какие-то особенности Нюансы Вот специфика именно Скажем так вот этого Внутродипломатического какого-то празднования Ну это как и у всех Профессиональный праздник Это же как правило Это подведение итогов Это планы на будущее Это такая определенная рубежная дата Значит Которая принимается соответствующее решение Как развиваться и работать дальше Внешнеполитическое ведомство Оно напрямую связано с жизнью страны И министр иностранных дел Два человека Президент страны И министр иностранных дел Имеют право официально озвучивать Внешнеполитическую позицию государства И вести внешнеполитическую линию Аппарат министерства иностранных дел Он большой Но если сравнить например с министерством обороны Или министерством внутренних дел Конечно Нас в разы меньше И у нас дело не в количестве Дело в качестве И те кто работает В центральном аппарате знакомая всем Смоленская площадь, которая показывает. Те, кто работает за рубежом, это посольство, консульство России в зарубежных странах, так называемые российские загранучреждения. Это не МИДовские, это российские загранучреждения, они представляют государство. Это не посол МИДа России, а посол Российской Федерации. И территориальные органы Министерства иностранных дел, такие как наши территориальные органы в Нижнем Новгороде. Мы координируем деятельность органов МИДа на территории федерального округа. У нас есть свое отделение в других субъектах. И как раз наша общая задача – это соблюдение единого внешнеполитического курса страны, помощи регионам международных внешнеэкономических контактов. Ну вот для зрителей, которые в первый раз слышат, представители МИД России в Нижнем Новгороде. Кажется, это некоторая экзотика, потому что в классическом понимании МИД – это заграница. Тем не менее, мы внутри России, вы в Нижнем Новгороде. Какую работу вы выполняете как МИД внутри страны? Вы знаете, исходя из интереса молодежи, это не является экзотикой. Я думаю, что мало уже, кто первый раз это слышит. У нас есть территориальный орган МИДа, есть представитель МИДа в Нижнем Новгороде. По конкурсу хочу стать дипломатом. На бюджетные места до 70 кандидатов на участие для обучения. Я напомню, нас два вуза готовят – Нижегородский госуниверситет Минила Бачевского и Нижегородский государственный лингвистический университет Минила Добролюбова. Специалистов, международников, которые, кто захочет и соответствует, могут потом работать в внешнеполитическом ведомстве России. То страны, молодежи говорят, интерес высочайший. Вот чемпионат мира 2018 года, по сути, заново Россию открыл. Нижний Новгород для иностранцев. Была масса туристов и отзывы самые комплементарные. Все мы помним, как, говоря по-простому, гудела Большая Покровская, когда там проходили маленькие чемпионаты. И не только. И не только. На площади Минина работала фан-зона. Но вот случилось так, что пришел коронавирус. И в апреле, в марте весь мир закрылся практически, соединился границами. Как вот эта коронавирусная пандемия повлияла на работу дипломатического ведомства? Я так понимаю, что она все-таки сильно осложнила ее. Я все-таки хотел бы два слова про такой яркий 2018 год. Чемпионат мира по футболу. И, ну скажем, в истории нашей деятельности в Нижнем Новгороде, это, наверное, один из самых ярких годов работы. И у нас работало 12 консульских групп иностранных государств. То есть все команды национальные, которые здесь были представлены на чемпионате, с ними, соответственно, всегда это же огромное количество болельщиков, которые приезжали. Вы помните, что загруженность нашего стадиона, которое на 45 тысяч место рассчитано, было больше на каждый матч, больше 40 тысяч загрузка. Я так как по роду своей работы был на всех матчах с нашими иностранными гостями, послы иностранных государств, консульские сотрудники, консульские группы, которые работали, технические сопровождения команд, которые были. Это потрясающе. И город на 100% справился с этим. И смотрите, какой у нас международный аэропорт сейчас. Что касается вопроса по пандемии, да, конечно, это, как и во всей стране, внесло серьезнейшие коррективы в деятельность нашу. И в том числе и по въезду и выезду. Слава Богу, как вы знаете, с 8 февраля открыт для международного сообщения международный аэропорт Нижний Новгород. И теперь все рейсы и регулярные, и чартерные, значит, могут осуществляться во всех направлениях, которые открыты будут для авиасообщения из Нижнего Новгорода. Но в условиях пандемии, когда была проблема возврата российских граждан в связи с тем, что границы закрылись, авиасообщение было прекращено, то вот эта так называемая вывозная кампания, вот это, конечно, был серьезный такой объем работы. Но я бы хотел отметить, что все-таки здесь было две категории граждан. Те, которые действительно, которым нужно было помочь, которые в силу разных обстоятельств работы, учебы, лечения оказались там. А были те, которые там, во-первых, уже до этого находились с непонятными целями очень долго, по полгода на каких-то островах. Или кто туда поехал уже, когда государство давно сказало, что нельзя ехать. С марта было принято решение 2020 года, что не должно быть выезда за рубеж в связи с этими ограничениями. А когда люди туда приезжали и в апреле, и в мае, и в июне, и после этого там, вывезьте нас, помогите, значит, и у нас и денег нет, ничего нет. Вы нам обязаны, вы нам должны, вот эти ключевые слова. Да еще и здесь потом приезжали, какие-то претензии там предъявляли. Но ведь там, по-моему, смешная, в кавычках, история получалась, когда, значит, они писали заявление на госуслуги, и государство выплачивало деньги. Многие же, как они приезжали туда, ну, в большом счете, многие приезжали туда отдохнуть, и государство, потому что, как бы, пандемии гражданам надо помогать, оплачивало им отель до момента ввозного рейса. Ведь так, по-моему? Есть такие, да, вопросы, которые, ну, меня очень удивляли, особенно позиция тех людей, которые выехали туда после того, когда запретили это делать. На первый вопрос, а зачем вообще это вы делали, да, как бы нужно первой, это как бы сразу, как бы, вот, опускалось, а все равно, вы нас должны отсюда вывезти, вы должны компенсировать, у нас ничего нету, ни на что, ни на питание, ни на билеты, ни на проживание, вы нас должны отсюда вывезти, и потом еще взять, еще дать нам компенсацию. Были такие. Ну, разные бывают жизненные ситуации, хочется поговорить теперь уже о другом. С переменным успехом идет борьба с коронавирусом. В этом году ждать ли нам чего-то хорошего, мощного, сильного, большого, международного в Нижнем Новгороде, в Приволжье, да, вопреки, скажем так, пандемии, какие-то международные проекты, как вы думаете, будет реализовано? Если да, то какие? Ну, настроенность всегда должна быть оптимистична. Я надеюсь, что борьба с коронавирусом у нас идет в правильное направление, я очень надеюсь на вакцинацию, вот, и что это, прививки должны помочь, наверное. Вы видите, уже снимается ограничение, вот, открыли международное сообщение, больше уже направление дополнительно, вот, Греция, Сингапур, значит, к тем авиационным направлениям, которые официально открыты были, сейчас добавились, и все-таки это как бы, ну, ослабляет все эти вещи. Что касается нашего родного города, то это, в первую очередь, это празднование юбилея города в 21 году, 800 лет Нижнего Новгорода, и регион и город очень серьезно к этому событию готовятся. Мы, как жители города, с вами видим, как город преображается в лучшую сторону, а что касается международных мероприятий, то, как говорится, все флаги в гости к нам, и если ограничения все будут сняты, именно вот чисто по контактам, чтобы они могли приехать, то по тем приглашениям, которые сейчас направлены за подписью губернатора Глеба Никитина, и от города за приглашением главы города, там, Юрия Шалабаева, наши побратимы, если все эти гости у нас будут, то я считаю, что это будет яркое запоминающее событие. Ну вот вернемся опять-таки, да, одну секундочку, в чемпионат мира, в 2018 год, ну, согласитесь, это было что-то фееричное, когда ты, находясь в Нижнем Новгороде, смотришь телевизор или находишься на стадионе, и там плачет Марадонна, когда Аргентина проигрывает Хорватии 0-3, а буквально вчера, а потом послезавтра еще раз, Калинда, президент Хорватии, приезжает и гуляет рядом с нами по Кремлю. Да, 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 или сидит вот рядом, мы как раз сидели рядом с ней, да, замечательная женщина, к сожалению, сейчас вот она уже проиграла выборы, значит, на тот момент... Ну, сотрудничество остается, я надеюсь. Конечно, конечно, остается, и когда соседи кричат, Месси, именно на нашем Нижегородском стадионе, что ты еле ходишь, давай, беги, там, еще такие, это здорово, конечно, это интересно. Ждем, ждем гостей, ждем праздника от 800-летия Нижнего Новгорода, большого юбилея, вот возвращаясь к тому, что сегодня День дипломата, вот вам как больше работы или меньше пожелать? Конечно, больше, это же интересно, когда много работы, и самое главное, чтобы был виден результат. Я вас еще раз поздравляю с праздником, с Днем дипломата, напоминаю, что в гостях у нас был Сергей Малов, представитель Министерства иностранных дел России в Нижнем Новгороде.